Шалом! Мертвой царевне и о семи богатырях. Один из ее персонажей красивая и надменная царевна, царица, которая любила смотреться в говорящие зеркало. И вот короткая цитата, с вашего позволения. Свойство зеркальца имела, говорить она умела. С ним одним одна царица была добродушна, весела, с ним приветливо шутила и красуясь, говорила, свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи реально свете всех милее, всех румяней и белее. Ей зеркальце в ответ, ты, конечно, спору нет. Ты, царица, всех милее, всех румяней и белее. И царица хохотать, и плечами пожимать, и подмигивать глазами, и прищелкивать перстами, и вертеться подбочась, гордо в зеркальце глядясь. Царица любила говорить с зеркалом, пока однажды оно не дало ей очень непривычный ответ на стандартный ее вопрос. Дело в том, что царица была второй женой овдовевшего царя, а от первого у него была красавица-дочь царевна. И вот однажды, когда царевна выросла, царица как-то собиралась на девичник, на вечеринку, если современным языком говорить. И на девичник, собираясь, вот царица, наряжаясь, перед зеркальцем своим перемолвилась с ним. Яль, скажи ли мне, всех милее, всех румяней и белее. Что же зеркальце в ответ? Ты прекрасна, спору нет. Но царевна, всех милее, всех румяней и белее. Как царица отпрыгнет, да как ручку замахнет, да по зеркальцу как хлопнет, каблучком-то как притопнет. Ах ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне назло. Как тягаться ей со мною, я в ней дурь-то успокою. Вот такая сегодня у нас история вместо предисловия. А теперь к делу. Поговорим о толковании Писания. Прежде всего, сама Библия признает трудности для понимания, с которыми сталкивается ее читатель. По крайней мере, в некоторых случаях взять хотя бы вот эти слова из второго послания Петра. «Долготерпение Господа нашего, почитайте спасением, то есть расценивайте его как спасение, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо-вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть извращают, как и прочие Писания». «Неудобо-вразумительен Павел», «неудобен для разума», то есть труден для понимания. Его можно понять правильно, а можно понять и неправильно. И слова его, почему? Потому что слова его это не дважды два-четыре, это что-то посложнее. И вот по этой причине можно их вывернуть смысл наизнанку. Извратить его сознательно или нет, это уже второй вопрос, но возможность такая существует, вполне реальная. Это не просто теоретическая возможность говорить нам Писание, а именно это люди и делают с его словами. Что самое интересное, автор здесь говорит, это делается не только с посланиями Павла, но и с прочими священными писаниями. И вот говоря эти слова, автор неявно, во-первых, указывает на свое высочайшее почтение к посланиям Павла. Для него они являются писаниями, они стоят на него на одном уровне со всем остальным священным писанием. То есть, прежде всего, с таким текстом, как Танах, или текстами, как Танах. Почему я об этом говорю, почему я это подчеркиваю? Да по той простой причине, что, к сожалению, среди нашего мессианского брата в некоторых руках Раф Шауля, он же апостол Павел, не пользуется особой популярностью. Люди иногда позволяют себе просто игнорировать его послания. Во-вторых, автор этого текста, который мы сейчас с вами прочитали, говорит, что извратить, я уже сказал, повторяюсь, можно смысл не только посланий Павла, но и других книг Библии. Итак, сама Библия признает, что она не столь однозначно, как нам, может быть, хотелось бы. И потому, соответственно, она нуждается в истолковании. Но, коли так, встает вопрос о методах истолкования. Как следует, как именно следует толковать Писание? И в мессианской постановке этот вопрос, конечно, звучит немножечко иначе. Как нужно толковать Писание по-еврейски, а не по-гречески? То есть, как это надо делать и как это делать не надо? Ну, о греческих и еврейских методах толкования Библии и о различиях между ними мы, может быть, как-нибудь поговорим. Но не сегодня, а в другой раз. Сегодня же я хочу коснуться другого аспекта толкования, а именно потребностей, желаний и намерений самого толкователя. Почему я считаю нужным о них говорить? Потому что они очень легко могут увести толкователя, нас с вами, потому что все мы толкуем Библию, читая ее. Они очень легко могут нас с вами увести на ложный путь. Каким же образом? Я вам приведу примеры конкретные. Вот как-то я смотрю в Ютубе программу одного мессианского учителя о Вечере Господней. Среди прочего, разбирался вопрос о том, когда именно была установлена Вечеря. То есть, в какой именно из предшествовавших распятию своему дней Ешуа праздновал Песох в том году. То есть, это было в тот самый вечер, когда его положено было праздновать по Торе. Или же на день раньше. Вопрос такой возникает по той причине, что тексты Евангелия не вполне согласны между собой. Тем самым оставляя толкователям простор. То есть, есть разные варианты. Так вот, программа этого мессианского учителя о Вечере понравилась мне тем, что он представил оба возможных ответа, прежде чем сказать, какого ответа, какой версии придерживается он сам. И также откровенно рассказал, каким путем можно к каждому из этих ответов прийти. Значит, путь первый, по которому можно двигаться, это путь ученого. Что такое путь ученого? Ученый ко всему старается подходить с холодной объективностью. И ученому, по идее, не должно быть важно, конечно, ему все равно важно, потому что он человек, но по идее ему не должно быть важно, кому его открытие понравится, а кому не понравится. Он должен искать истину и только истину. И делать это как можно более беспристрастно. Так вот, при таком подходе к текстам Евангелий, в них очень легко можно заметить детали, указывающие на более раннюю, чем предписывает Тора, дату празднования Песоха в том году. То есть, Ешуа праздновал Песох, можно обратить внимание, исходя из этих деталей, по-видимому, Ешуа праздновал Песох в том году на день раньше, чем было предписано Торой. Причем, чисто богословская идея, подчеркиваю, не исторические детали, которые передают евангелисты, а уже чисто богословская идея о том, что Ешуа это пасхальный агнец, она очень хорошо укладывается вот в эту картину, составляющуюся из таких деталей. То есть, действительно, если Ешуа агнец, то, соответственно, он должен быть сам заклан в тот самый день, когда заколают пасхального агнца, когда в храме совершается жертвоприношение. Но традиционная пасхальная трапеза, она же совершается после жертвоприношения, а не до. Ну и, соответственно, получается, что тогда действительно Ешуа, конечно, должен был отпраздновать Песох до того дня, который был установлен Торой. Вот это первый подход к истолкованию конкретных текстов Евангелия, подход ученого. Теперь второй подход. Это подход прямо противоположный. То есть, не попытка быть объективным, а подход с позиции моих личных интересов и предпочтений. Ну вот, например, с позиции моего мессианского еврейского интереса. Интерес в чем состоит? Ну, конечно же, в том, чтобы Ешуа был представлен в тексте евреем, который строжайшим образом соблюдает Тору. Прежде всего, письменную, ну, а также, конечно, желательно и устную. Желательно, если я сам ее соблюдаю или хочу ее соблюдать, или пытаюсь. Интерес, разумеется, чисто шкурный у меня в данной ситуации. Почему? Ну, потому что мне, еврею, с таким Ешуа отождествиться гораздо легче. Проще мне верить в такого Ешуа, чем в того, который может позволить себе вольно обращаться с датой празднования Песоха. Песоха, который может себе позволить еще и учеников своих к этому делу привлечь, отпраздновать Песох на день раньше, чем предписывает Тора. Такой Ешуа, который делает все, что хочет, мне не нужен. Мне нужен Ешуа, вполне ортодоксальный еврей. И если я, вот таким образом, если я люблю букву Торы больше, чем того Ешуа, который жил на самом деле, то постараюсь, конечно же, прочитать текст Евангелия так, чтобы Ешуа там получился такой, какой мне надо. Так вот, автор той программы, кстати, он сам ортодоксальный еврей, он сказал совершенно откровенно, что ему второй подход ближе. То есть, сделать Ешуа таким, каким он мне удобен, я хочу. Вот, я с этим подходом не согласен, но ценю откровенность человека, который разложил его по полочкам перед нами. Прежде чем объяснить причину моего несогласия, я приведу еще пару примеров того, как личные предпочтения толкователя определяют чтение им текста. Один из самых часто задаваемых вопросов мессианским учителям, это какие заповеди Торы должны соблюдать верующие в Ешуа неевреи. Вопрос очень практический и стоит особенно остро в некоторых смешанных браках, где еврейская половина хочет жить по Торе, а нееврейская не хочет. Или в смешанных общинах, где есть значительное число неевреев, не желающих жить по-еврейски. И что же в таких ситуациях делается? По идее, что нужно сделать? Нужно обратиться к Писанию и выяснить, что там написано на эту тему. Есть ли там какие-то разночтения или там все однозначно, ясно и понятно. Но каким бы ни был результат исследований Писания, нужно его принять и жить в соответствии с ним. Причем настроем таким нужно вооружиться заранее, то есть еще до того, как мы раскроем Библию и начнем ее изучать на этот предмет. Но это все, конечно, по идее, в теории. А что на практике? Ну а на практике люди зачастую отталкиваются не от готовности принять план Божий, каким бы он ни был, а от своего собственного плана. Например, создать или сохранить любой ценой так называемую мессианскую еврейскую общину, даже если этнических евреев в ней, причем я говорю о евреях хотя бы по одному из родителей, если уж не чистокровных, ну процентов 5 от силы. Вот в принципе, при таком раскладе, то есть 5% евреев и 95% неевреев, на мой взгляд, община еврейская называться не может никак. Но если очень хочется, ну выход всегда найдется. Боже мой, о чем речь? Можно, например, придумать теорию о том, что все неевреи, верующие в Ишуа, являются потомками десяти потерянных колен Израиля, и просто еще не знают о своем еврейском происхождении. Глубоком-глубоком, там у них корни очень глубоко закопаны, 2700 лет тому назад эти корни появились в Самарии. Конечно же, эта идея не придумывается, а воскрешается, да, то есть это она не новая, но тем не менее, мы же понимаем с вами, мы же все-таки как-то должны любую нашу богословскую идею укоренить в Библии, обосновать Библию всеми правдами и неправдами, чтобы она выглядела хоть маломальски достоверной. Но вот тогда и получается, что мы подходим к Библии не для того, чтобы просто дать ей возможность сказать нам то, что она имеет сказать, а совершенно четким намерением получить у нее санкцию, то есть добро на наши собственные идеи и планы. И эти примеры встречаются не только среди нашего мессианского брата. Вот не так давно я разговаривал с одним очень известным в русскоязычной среде служителем и автором, который заявил мне, что он категорически против того, чтобы христиане, ну и разумеется, мессианские евреи, брали в руки оружие. Он считает, что это не по Библии. Он мне сказал, покажите мне хотя бы один стих в Новом Завете, который призывает верующих воевать. Я, конечно, попытался возразить ему, приводя аргументы как из Писания, так и просто на основании здравого смысла. Я, например, спросил его, ну скажите, а вот что вы думаете произойдет с нашей страной, то есть с Израилем, если все мы вот станем такими пацифистами, какими вы нам предлагаете стать. На это он мне очень откровенно ответил. Следующие слова, цитирую. Александр, сказал он мне, я в свое время за отказ в советской армии служить отсидел срок. И то он его вполне четко означал, что с его точки зрения вот этот аргумент, то, что он пострадал за свою веру таким образом, он перевешивает любые мои библейские и логические доводы. Почему человек так думает? Потому что у нас, у всех, у людей есть потребность видеть в жизни вообще, и в наших страданиях в частности, какой-то смысл. Бессмысленность одна из тех вещей, которых мы очень боимся. И допустить фразу, мысль о том, что срок в тюрьме за отказ служить в армии был страданием совершенно напрасным, то есть бессмысленным и никому не нужным, это звучит почти кощунственно. Ну согласитесь. Потом есть еще тут такой момент. Из героя веры, который сидел срок за отказ служить в армии, ты вдруг превращаешься просто в дурачка, ненаученного или наученного плохо. Разве известный пастор и известный автор может себе позволить такую резкую смену имиджа собственного? Библия Библии, а на имидж наш покушаться нельзя никому, даже истине. Ведь в коммерческом христианстве имидж это и влияние, и доходы, и успех, уж не говоря об эго. Видите, сколько тут святынь. Так что давайте-ка поосторожнее. У каждого из нас есть потребности и желания, что ни одно и то же, но и потребности, и желания наши могут очень легко и незаметно задать то или иное направление вектору нашей воли. И вот если мы этого факта не осознаем, не сознаем и не молимся специально о том, чтобы решимость исполнить волю Божью, наша была решимость исполнить волю Божью, была сильнее нашей решимости делать то, что угодно нам самим, то мы обязательно, рано или поздно, будем подходить к Библии так, как пушкинская царица подходила к своему зеркальцу. Мы будем ожидать от нее того, что хотим услышать, и ничего более. Мы будем фильтровать через мелкое сито высказывание Библии на интересующую нас тему и оставлять в своем багаже только те стихи, на которые нам сказать «Аминь» будет легко и приятно. А другие мы просто забудем. И горе тому, кто посмеет нам напомнить о них. Ах ты мерзкое стекло! Подумаем мы, если уж не скажем вслух. Бог дал нам Писание не для осуществления нашей американской мечты, не для осуществления нашей еврейской мечты или какой-то другой нашей мечты. Он дал нам его для осуществления его собственной мечты. И до тех пор, пока мы этого не понимаем и не получим от него благодать, быть предельно честными, безжалостно честными к себе и трепетать перед его словом, наши шансы оказаться в заблуждении, по-моему, будут оставаться очень велики. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями